Очертания будущего выставочно-конгрессного центра с каждым днём становятся всё более чёткими. Полгода назад на этом месте были огороды, сегодня таблички на строительном заборе всё ещё выглядят преждевременными, но уже в декабре будущего года пятизвёздочная гостиница действительно должна быть готова к приёму гостей. Здесь будет три выставочных павильона площадью 13 тысяч квадратных метров каждый, соединённых пассажем. Крупный конгресс-центр с основным залом на 3 тысячи человек и большим количеством конференц-залов меньшей вместимости. Два отеля. Выставки нефтяной и газовой индустрии, автосалоны, крупнейшие мировые конгрессы. До сих пор в Петербурге не было ничего подобного, просто потому что не было места. Сможет ли экспофорум конкурировать с уже известными европейскими площадками, сейчас с уверенностью никто не скажет. Но в самой компании предпочитают рассуждать с оптимизмом. Мы общаемся с профессиональными ассоциациями, которые проводят конгрессы. Конгрессы, мировые и крупные мировые предприятия, они не проводятся на одном комплексе. Они блуждают по миру и они всё время выискивают новые места, потому что людям, которые участвуют в тех или иных деловых программах, будь то врачи, будь то нефтяники, будь то автомобилестроители, им интересно во время обсуждения своих вопросов, задач, во-первых, присутствовать в разных регионах, чтобы равномерно развивалась экономика, с другой стороны, смотреть какие-то новые места. В 2014 году в Шушарах надеются впервые принять Петербургский экономический форум. К этому времени должны не только возвести комплекс, но и реконструировать Петербургское шоссе, а также достроить новый аэропорт в Пулково. Главное, что не должно измениться ландшафт Пулковских высот. Отсюда хорошо видно, что весь комплекс зданий развернут немного вправо. Это сделано потому, что совсем рядом находится Пулковская обсерватория. И при строительстве экспо-форума было крайне важно, чтобы, во-первых, он не закрывал линию горизонта, а во-вторых, чтобы отраженный от стекол свет не мешал правильной работе телескопов. Бюджет проекта – миллиард долларов. И здесь признается, что это до некоторой степени рискованные вложения. Понятно, что отели и бизнес-центр окупятся максимум за 10 лет. Организация выставок – не столь предсказуемое предприятие. Тем более, что экспо-форум планирует сосредоточиться на так называемом формате «бизнес-то-бизнес». То есть там уже не будет народных ярмарок, которые были в Ленэкспо. Может быть, мероприятия небольшого размера, те, которые занимают на настоящий момент тысячу-две тысячи метров, они могут переместиться в какие-то другие выставочные центры или выставочные площадки города. Такие, как Манеж, такие, как Юбилейный, может быть, СХК. Что касается крупных мероприятий, которые проводятся в Ленэкспо, они однозначным образом переместятся сюда, потому что здесь гораздо лучше все условия для проведения таких мероприятий. С появлением нового комплекса в Шушарах территория на Васильевском острове, конечно, поменяет свое назначение. Сейчас инвесторы рассматривают около десяти разных вариантов. От строительства жилья и отелей до создания прогулочной набережной и торгово-развлекательного центра. Каким бы ни было итоговое решение, уже ясно, что корпусам наличные доживают последние несколько лет и что можно приготовиться забывать знакомое слово Ленэкспо, привыкая к чуть более длинному экспо-форуму. Алексей Кобылков, Виктор Худи, Николай Шведов, НТВ, Петербург.